Девушки отдыхают 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 Требуем мы. Пока что не хватает пятого игрока у Na'Vi. Опять-таки же, куда-то запропастился Данил Тесленко. Кстати, вот Даню, наверное, показывали не просто так. Даня растворился на сервере, и мы ждем его второго пришествия. А пока наблюдаем за хайлайтами карты Трейн и всем тем, что происходило в матче между Vexit и Na'Vi. Na'Vi. Да, Ванечка, Ванечка, конечно, пока вроде бы в плюс играет, но плюс такой вот очень маленький. Три фрага. Всего плюсовая статистика для Эдварда. И это с учетом того, что первый матч... Подождите, сейчас я освежу свои воспоминания. С кем же играли Na'Vi в первом матче? Питер. Питер! Ну вот. Вот действительно статистика слабовата. На Питере можно было набивать действительно солидный плюсик, но Ванек набить его так и не сумел. На Трейне вообще ушел в минус, тем не менее... Тем не менее, все нормально. Итак, полная боевая готовность. 5, 4, 3, 2, 1. Боевые рестарты. Или это ножи? Ножи! Сайдпик. Сейчас мы узнаем, кто за кого будет начинать на оверпассе. Я бы не сказал, что здесь просто, ну, жизненно важно, необходимо начать в защите. Здесь все-таки присутствует баланс, да и вообще битва характера в каждой команде. Кто-то может проявить себя с лучшей стороны именно в атаке. Для кого-то защита является слабым моментом на карте оверпасса, а для кого-то наоборот. Так что здесь действительно все 50 на 50. Ну, сейчас будет интересно посмотреть. Поляки в первую очередь радовали нас своими оборонительными действиями. А вот от Na'Vi ожидать можно всего чего угодно. Эти парни могут зажигать как в атаке, так и в защите. Здесь для Na'Vi проблем не будет. И вот, наверное, сайдпик тому доказательство. Парни его как-то отыгрывают неаккуратно, небрежно и начнут в атаке. То, что поляки выбрали бы сторону защиты, я ни на секунду не усомнился. Так, нам подсказывают, что это стата за три карты. Да, это две карты с Питером и одна Трейн против Вексит. Ты абсолютно прав. Артём Симпсон. Симпсон, ты ли это? Ну что же, начинается заруба Na'Vi. Интересная закупка, пять арморов. Неужели это будет просто аркадка? Ну, как видим, аркада не базы Б, а хотелось бы. Но и это не игра. Пока что... Не готовы команды к старту. И нам потребуется ещё один рестарт. Ага, Na'Vi вообще коварные. Они своего тренера, точнее Серёжа Старикса, запустили в команду Вексит. Ну вот сейчас парней поменяют местами, и мы сможем начинать. Вот знаете, друзья, чего не хватает в четырнадцатом сезоне звёздной серии? Пока ещё мы не увидели ни одного сенсационного результата. Единственным подобием на сенсацию была заруба Lounge GG против команды Flipside. Вот как раз-таки там лаунжи могли удивить флипов, с учётом того, что были аутсайдерами в матче. CSGO Lounge, если я не ошибаюсь, давал 80 на 20. Но, но-но-но-но, всё же сенсация не состоялась. Отжали всего-навсего одну карту, на двух последующих флипсайды были на голову сильнее, и просто разбили своего оппонента. Ну и вот он, боевой рестарт. Нет, опять не боевой. Да что ж такое? Вот он, боевой рестарт. Наконец-то. Дождались. Ещё раз на экранах коэффициенты от eGamingBets. 0,85. Это поставив 100 долларов на команду Na'Vi, вы можете выиграть 8,5. Ну просто фантастика. Мечта каждого ставкера вот так вот раз за разом обогащаться. Ладно, букмекеры, это дело отдельное. Давайте смотреть, что будет происходить в пистолетке. Аккуратная игра пока что от команды Na'Vi, а вот поляки придумали какую-то аркадку, и эта аркадка может быть реализована. Нет, Костин играет аккуратно. Не стал стреляться, не стал придумывать чего-то сверхъестественного, просто прогнал поляков со своей территории. Итак, Словак вместе с Сейзедом. Неужели отпустят? А тут уже, Эдвард, боже, что творят в Na'Vi? Они просто окружили команду Vexit со всех сторон. 2 в 4, ситуация такая мы уже видели на трене. После этого все закончилось. 1 в 2, Костин потащил. Здесь, похоже, действие намечается. Hyper дает 2 минуса, и Na'Vi разворачивает свой вектор атаки и постараются сделать перетяжку. Времени более чем достаточно. Времени более чем достаточно. Но Na'Vi тоже делает все правильно. Вроде бы создали иллюзию перетяжки, сами захалдились и готовы вскрыть оборону на базе А. Итак, кто у нас здесь? Все тот же Hyper, но на этот раз играет не так успешно. Flamie моментально его сбривает. Бомба установлена. Да и пистолетка уходит в актив команды Na'Vi. 2 минуса от Flamie, 2 от Эдварда. Кто-то... кто-то... Кто же этот кто-то? Этот кто-то Зевс собрал пятого. 1-0 Na'Vi начинает точно так же уверенно, как это делали на карте Train. Хотелось бы увидеть все-таки здесь зарубу, но... Но-но-но-но. По такой игре команды Na'Vi полякам будет... Ой, как непросто. Na'Vi сегодня... Ну, просто настроены на все 100%. Не дают никаких поблажек, никаких... Ну, вот, знаете, каких-то расхлябанных действий у команды Na'Vi мы пока что не замечаем. Только Ванек на трейне немного послевался. Тем не менее, тиммейты... Справлялись и без Ванька. В некоторых раундах, а и в некоторых Ванек тоже помогал. Ну что же, здесь первый минус. За командой в Exit. И второй так же. Guardian'а забрали. Вместе с A's. Ну и что же будет делать Na'Vi? Подарили один девайс. Его подобрал Raylin. И вот реализация АК-47. Очень важный и тонкий момент. Если Raylin'у удастся горчить Na'Vi, то здесь возможен переворот. И мы... Мы, мы, мы... Мы увидим здесь потную зарубу. Ведь, я еще раз повторюсь, сторона защиты у поляков очень хороша. Если они не продемонстрируют здесь всего своего потенциала, то на атаку рассчитывать не стоит. Вот вы тоже чувствуете, да? Затишье перед бурей. Итак, выход на апплент. Raylin' здесь. АК-47. Ну-ка... А, это Furlan. Все нормально. Furlan забрали. Как работает Эдвард? Еще раз. Я, возможно, повторюсь, но именно такие действия Вани Эдварда мы и предвидели. Ваня может Блеково отыграть на первой карте. Но на второй мы увидим уже другого Эдварда. Эдварда руки-ножницы, которые срезают одного за другим своего... Своих соперников. Так, вот нам подсказывают, что... Нави разыгрались на Дигнитас. Да, сегодня Нави обыграли. Команду Дигнитас со счетом 16-5. Было такое. Ну, друзья, на самом деле, я более чем уверен, что поляки также вот... Сколько сейчас по Киеву? Сейчас уже практически 11. 11 это уже концовка игрового дня. Так что поляки, скорее всего, провели, ну, матча 3, как минимум, перед зарубой с Нави. Так что в плане разыгровок команда находится в абсолютно равных условиях. И, ну, здесь нет никакого преимущества у Нави. Просто Нави сильнее. Это факт. И так, форсбай практически потащили в Эксиды, но Ванек и его серьезные планы на оверпасс просто разбили поляков об камень. Еще один экономический раунд от Вэксид. На этот раз без арморов, но со все теми же опасными пистолетами. 2 по 250, 5-7, есть Дигл и даже есть USP Тактика. Вот только Грабби решил не покупать. Пистолет экономит парень только непонятно на что. Тем временем Нави уже пробрались на плент и, походу, поляки ну, укрепили не ту позицию или Нави нашли ту самую, через которую можно пробраться с минимальными потерями. Вот он первый минус. Пит забрал Флейми. Месть моментальная от Словака и только Ралин один против четверых. Безлом в руках, но Ваня Эдвард продолжает громить поляков налегке. Итак, сколько настрелял Ванек за три сыгранных раунда? Статистика Эдварда 6-0-1. Шесть фрагов, ноль ассистов и одна смерть. Ну, в принципе, мы этого и ожидали. Ну и вот он, первый оружейный раунд от команды Вексет. Появляется снайперская винтовка. Кто бы ее мог взять? Шикарный дым. Просто космический. Вот такие моменты не могут не радовать. Ну и посмотрите, что происходит. Флейми каким-то образом забрал Грубис, спалил Хайпера. Только Питу удается дать минус. Ну и Ралин также разменивает своих тиммейтов на зигзаге. В итоге Беплэнд занимает команда Нави и проблемы огромные начинаются у поляков. Что делать дальше? Как выбивать поставленную бомбу с АВП? Да еще и посмотрите, нет дефьюз китов. Да и позиции не лучшие. Пит уже отправляется на сейв. Фурван по-прежнему верит, что здесь что-то можно изменить. Нет, нет. Уже не верит. Уже не верит, просто думает точно о том же, о чем Пит подумал секунд 15 назад. Как бы засейвить девайс? Как бы дожить до следующего раунда? И уже в следующем постараться все-таки хоть как-то огорчить команду Нави. Вот я честно не до конца понял, как же там разворачивались события на базе как Егору удалось сделать минус и при этом еще и сжечь второго игрока команды Вексит. Вот за этим моментом было бы интересно понаблюдать. Ладно, возможно у нас будет чуть позже такая возможность, а пока продолжаем наблюдать за матчем в Лайве. 4-0. Нельзя сказать, что это экраунд. Есть АВП, есть АК-47, есть три пистолета и эти девайсы очень-очень опасны. Нави это прекрасно понимают и должны играть на пике концентрации. Ну, опять-таки же от этих парней мы только такой игры и ожидаем, но вот Ваня Эдвард явно был не готов увидеть Фурлана на такой позиции. Причем позиционно Фурлан ошибся, он смотрел немного в другую точку, а вот просто-напросто подвела стрельба. Ванька, ну ничего, такое бывает. Флейми уже дает минус в ответ, Рейлина забрал. Ну и вот он пит во всей красе. Расправился со Словаком как, ну я не знаю, вообще вот просто налегке. Вышел на скидочку четко с Брилковича и опять вывел свою команду в численное преимущество. Ну и вот все те же проблемы у команды Нави. Эко-раунд пока дается не так легко, как хотелось бы. ситуация ну уже один-три только Егор против троих и Фурван посмотрите, что творит. Подобрал, точнее нет, это тот АК-47, который был сохранен. И вот Фурван реализовал его просто на 200%. По голове раздал Флейми и его тиммейту, забрал первый раунд для поляков и возможно подарил надежду в эксет на первую половину. Так, а покажите нам что там по экономике как у Нави, так и в эксет. Ну, знаете, вот в эксет молодцы. Два девайса сохранили, взяли следующий раунд практически без потерь. Ну, потеряли два двоих игроков, у которых были пистолеты, так что в плане экономики все просто шикарно. Ну, а у Нави возможно будут проблемки. Итак, хорошая подсадочка, ошибутся ли поляки? Ой-ой-ой, по-моему Костин должен был видеть. Дениска! Ну, очень опасно было только что. Нарваться мог Ралин, но тем не менее повезло. Минута времени истекло. Никакого экшена на оверпассе. Вот действительно ждали Нави ошибок от поляков. При этом поляки играют максимально аккуратно, никто никуда не лезет. Каждый отвечает за свою позицию и у них это хорошо получается. Пит. Агрессивный выпад на длину. Ваню Эдварда застал врасплох и спокойно забрал. Гвардиан отвечает. Тем временем Фурлан на туалетах сделал второй минус для команды Вексус. Ну и что же, 15 секунд до конца Нави попытка вскрыть оборону на планте. Смотрим, что из этого выйдет. Флейми пробирается сквозь дым. Сейчас будет жарко у Егорки. Какая флэшечка! Ну, ошибка по стрельбе и уже 2 в 2. Флейми сейзет, но банально не успевает поставить бомбу. Эх! Нави Нави Ну, такое тоже бывает и с рожденными побеждать. Вот, кстати, из всех трех команд СНГ у Нави с установкой бомбы на последних секунд проблем меньше всего. Ошибаются Ашеры. Флипсайды это просто. Это вот действительно хелесова пята команды флипсайд. До самого конца дотошные флипсайды пытаются пробраться к пленту и только после этого поставить бомбу и очень часто не успевают. У Нави в этом плане все хорошо. Но вот как раз-таки в этом, точнее в прошлом раунде Нави как раз-таки до бомбы не успели добраться. Что у нас здесь? При подходах к базе Б Нави теряют уже троих игроков при этом забирают только Груби. Эдвард и Сейзед вдвоем против четверых. Минута времени в распоряжении игроков команды Нави. Практически безвыходная ситуация максимально используют дымы поляки отрезают вот эти выпады через туннель ну и расчет только на я не знаю вот просто выжидание и вот такие вот не всегда стандартные действия. Этот пробрался на Аплэнд забрал Фурвана Сейзед подвалил Гипера который пытался зайти в спину и посмотрите что происходит. Ооо сейчас будет жарко двойной развод от Костина. В итоге должен быть выход на Аплэнд и походу там поляков нет. Хотя есть Пит с ВП. Ну вот посмотрим как отыграет Пит на своей позиции. Пит. Заметили Пита. Ооо как же не вовремя Пит достал гранату Эдвард этой ситуацией воспользовался налегке. Итак Рейлин один против двоих ошибка от Эдварда зачем полез непонятно. В итоге Костин один и Денис как же вовремя меняет позицию есть ли дефюз киты у Ралина. Итак успеет Костин или нет успевает это пятый раунд для команды Нави. 2 в 4 была ситуация как натупили поляки. Ванька конечно красавчик пробрался на плен сделал свой минус задергал троицу игроков на базе боя. Как раз таки в этот момент и Гипер решил подарить надежду на взятие раунда для Нави. Ну и уже в равной ситуации 2 в 2 Нави разыграли практически образцовый раунд. Ну вот Ванька мог сыграть поаккуратнее. Ванька мог остаться в банке. Ванька мог немного пожить. Так, а вот такие детские ошибки отрожденных побеждать могут закончиться опять-таки же проблемами. Одно полуэко уже проиграли. Здесь подарили девайс Питу. Ну и главное чтобы этого Пита усмирили вовремя Нави. Пока тот не разошелся. Зевс. Райлен нашел. Костин Фурвана также сбривает и тот самый Пит с АК-47 в спине у команды Нави но походу да, это будет сейв. Не решил идти до конца. А ну-ка покажите экономику что там по деньгам. Полторы тысячи у двоих игроков польской команды и да, действительно этот девайс лишним точно не будет. Так что надо сейвить и надо надо, надо, надо браться уже в следующем раунде в команде Вексит. Еще раз, друзья, вот опять-таки же используя только статистические данные могу сказать, что Вексит хороша защита на карте оверпасс. И эту защиту Нави пока преодолевает практически без проблем. Счет 6-2 и это не конец. Так что здесь придется полякам бой как непросто и походу здесь все закончится на двух картах и третью карту Коблстон мы все-таки не увидим. А хотелось бы. Действительно хотелось бы, чтобы были зарубы в наших матчах. Напомню, у нас все проходит в формате БО-3 каждый с каждым. Так что несмотря на то, что Вексит уже проиграли матч, команде Фнатик и сейчас уступают Нави, у них будет шанс побороться еще с командой Питер. Я же правильно был? Покажите, ладно, не сейчас. У меня уже все запуталось. Давайте смотреть, как поляки справляются с выходом на базу БМ. Так как равный размен и уже поляки в меньшинстве. Б база под полным контролем рожденных побеждать. Бомба будет установлена. Поляки через подсадку постараются удивить и сделать минус. И у них это практически получилось. Как же так? Не вовремя рейлин начал переводиться. А ведь мог с легкостью забрать игрока, который ставил бомбу. В итоге 2 в 2. Ну нет, уже 2 в 1. Флейми забрал Фурлана, продавил Пита и только рейлин. Один против двоих. 15, нет, 19% здоровья. Перекрестный огонь от игроков команды и седьмой в их актив. Действительно на классе пока что Na'Vi переигрывают своих соперников. Ну вот если опять-таки друзья брать в сравнение зарубу Na'Vi в Exit и Fnatic против Питера в Exit дерутся. В Exit да, где-то ошибаются, да, где-то не хватает опыта, чтобы взять ситуацию 4 в 2. Да, там что-то кто-то не убил. Но они играют как команда. У них есть конкретный план на игру. у команды Питера этого плана мы не увидели. И вот как раз-таки заруба между в Exit и Питером будет ой, какая интересная. Вот можно нашего режиссера попросить пока экономически турнирную таблицу, чтобы я точно ничего не напутал. Да, все четко. Я уже ой, все хорошо. Все хорошо. Очередной сейв от польского игрока Fruan в очередной раз уносит с поля боя. АК-47 постарается его сохранить. Еще раз повторюсь, действительно, полякам эти девайсы как важны с учетом того, с каким темпом нави набирают раунды. Так, когда же мы у поляков увидим две снайперские винтовки? Против фли... Нет, это... Ага, это были... Да, вот с флипсайдами играли ваунжи, а вексоды это вексоды. Вексоды это та команда, которая обыграла Ашеров. Вексоды насолили СНГ-шному киберспорту. Кто-то, я думаю, много людей, которые находятся на нашей трансляции, с радостью поболели бы за Ашеров на мажоре, на которой прошли, кстати, вексоды, а врейзис остались за его бортом. Ну, что поделать? Сами виноваты. Ну, вот он, Ковач, во всей красе переигрывает Пита с АВП. Зевс продавил Рейлина, но в ответ прострел от Груби залетает молниеносно быстро. Зевс не успел скрыться. после своего минуса. Ну и что ж, Нави в четвером на длине. Интересно, вообще все остальные позиции остаются без присмотра, но Нави при этом контролирует свою спину и ждут очередных ошибок от команды в эксет. Неужели это стяжка? Да, завели. Человека под номером 7, это Словак, подсадили и теперь пытаются разыграть. Ну вот, Словака минус долго ждать не пришлось. Хайпер неужели не натопал? Ну вот, поторопился Хайпер, тем не менее. Нет, второй минус Костин сделать не дает. Разворачивается, забирает поляка и теперь только Фурлан может... Хотя, что может Фурлан? Вот, что может Фурлан один против троих игроков команды Нави? Я скажу, что может Фурлан, друзья. Он может сохранить свое оружие. Хорошо это получается у поляков. Карта оверпасс как раз-таки способствует этим сейвам. Раз за разом поляки находят какие-то места, до которых Нави не добираются. Как бы все-таки хотелось увидеть здесь борьбу, зарубу, но нет. Пока что в одну калитку Нави выигрывают за слабую сторону у команды Vex. И то напоследок Фурлана все-таки нашли. Расхвалил я вот эти способности сейва польских игроков и Фурлана забрали вот так вот на последних секундах. С двух сторон продавили Нави Фурланчика и не оставили тому ни шансов. В итоге наконец-то Vex. будут проводить экономический 5-7 ЦЗшка Дигл и еще две ЦЗшки. А Нави уже готовы вскрыть абсолютно пустой V-Plant, на котором не встречают ни малейшего сопротивления. Да, зарубы наверное этот матч не назовешь. Здесь пока что Нави демонстрирует свой класс польской пятерки. Говорят парни вот на трейне надо было играть именно так, а вот оверпасс в атаке можно играть и таким способом. Короче, пока не радуют нас команды красочностью и зрелищностью, но Нави зато показывают стабильно хорошую игру. Никаких торопливых решений, никаких распущенных рук, не бегают Нави снося голову, а действительно пытаются играть как команда, команда, которая тренируется к мажору, на которой она прошла. Так, и вот наконец-то то, чего я давненько заждался. Появление сразу двух снайперских винтовок у польской команды. Фурлан и Пит постараются продемонстрировать нам свое владение снайперскими винтовочками. Ну вот Пит уже отстрелялся. Надежда на Фурвана. Ой-ой-ой, сейчас будет жарко. Просто спиной, да, вот так решил поляк уходить с поля боя. Граната находит хайпера. Хороший Молотов, но тут верш просто на морозе. Не смущал горячий огонь под ногами Даню. Просто пронесся, забрал соперника. Но опять-таки же хаос, абсолютный хаос в защите у поляков ничего интересного показать и удивить как-то Нави не могут. Блин. Блин, 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 да? Интересно, вспомнят Нави про бомбу? Ну, вроде вспомнили. 35 секунд для того, чтобы донести ее до Аплента. На что рассчитывает Фурван? Мы сейчас узнаем. Ну, вот предательские тайминги водят. Просто, ну, вот это был его фраг. И в итоге Фурван вынужден действовать. Нет, все-таки Флейми он забрал, а вот будет ли второй минус? Нет. Словак, префайр выпад с ВП, 11 раунд для команды Нави. такой же уверенный счет, как и на карте Трейн. Действительно, в одну калитку Нави уносят вперед ногами поляков. Зарубки мы здесь походу не увидим. Надежда только на вторую половину, в которой Нави также хороши. Итак, аркада Б-пунта напоследок вот так решили удивлять поляков Флейми Эдвард по минусу делает каждый. Ну, что случилось с поляками? Когда будем просыпаться, парни? Здесь уже 1-0 по картам, здесь 11-2 в первой половине и вот такие два ярких хедшота от Дениса Костина. 12-2 на последний раунд у польской команды не то, чтобы денег нет, они есть, но их очень мало. Два Фомаса, Мак седьмой. Есть Кольт у Ралина, но, по-моему, Кольт без армора. Да! Изи каточка! И легкие 2-0. Несмотря на то, что Na'Vi расхлябанно играют в последнем раунде первой половины, ну, вот Сейзит и вот его веселая плеточка. Успел забрать Гипером, в ответ получает минус, но, опять-таки же, фулл контроль над командой Na'Vi и здесь, я не знаю, что должны сделать поляки, ну, понятно, должны сделать камбэк, но как вернуться в такой матч, просто тотальное превосходство. Кстати, Ваня Эдвард, еще раз обращаю ваше внимание на статистику Эдварда, Ваня, несмотря на то, что Na'Vi взяли 12 раундов, умер 11 раз. На трейне была похожая ситуация. На ней выиграли в первой половине со счетом 13-2 и при этом Ваня умер что-то из разряда 10 или 11 раз. Тоже вот очень близко. Короче, Ванек сегодня играет не на жизнь, а на смерть. Задача Вани идти, открывать позиции, пытаться делать опен-фраги и, как видим, моментами получается, но не всегда. Или просто Ваня играет не на статистику, но он действительно хочет быть максимально продуктивным для своей команды. Ну что же, ждем готовности от Na'Vi. Вот она. Рэдди пишет Костин. И начинается вторая половина. Или не начинается. пауз-анпауз. Давайте, ребята, соберитесь. Нам надо начинать. Чет ебот. Перестал слушаться нашего могучего панду. Вот это, наверное, для поляков самый подходящий граффити. Вот. это то, что характеризует лицо команды в Exit после первой половины. Так, ну вроде бы все готово для того, чтобы мы начинали вторую половину. Об этом сообщают нам обе команды. Как поляки, так и Na'Vi готовы. Ну и давайте смотреть, что же в Exit придумают в атаке. Закупка похожа на закупку команды Na'Vi, только, правда, у Хипера есть вся необходимая раскидка. И как он ей распорядится, мы сейчас с вами увидим. Ага, под флешечки с подвала ворвались поляки на подходы к туалетам. И походу будут аркадить Аплент. Нет. Не встретили сопротивления от команды Na'Vi. Действительно, хотели подловить Na'Vi на каких-то поджимах, а Na'Vi играет очень дисциплинированно. Флешка отошел, еще одна флешка и отошел еще дальше. В итоге классические позиции при приеме Аплента. А что же в итоге будет у поляков? Бомба в подвале и походу это фейк. Фейк, который не до фейк. Гвардиан уже забрал Гипера. Гвардиан минус спид. Неплохо поляки фейкуют на Апленте. Я бы даже сказал шикарно. Так, давайте нам уже включать игроков, которые на базе БС. Зев забрал Раллина. Бомба, кстати, каким-то образом поставилась Фурван. Ну, это на все, что был способен Фурван. Прокрался такая вот сники-сники бомба от команды Вэксов. 13-й раунд забирают ребята из Нави, а вот что будут делать поляки? Будет ли сейчас форсбай или проведут полный экономический и будут закупаться в третьем? Да, да. Суммарно сколько? Два раунда на карте трейн, пока что три раунда на карте оверпасс. Это на все, на что были способны польские игроки. Что-то вообще не радуют поляки. Хотя, опять-таки же, друзья, я скажу, ну вот, честно скажу, счет далеко не по игре, но здесь поляки как минимум заслуживали раундов ну, 10 как на трейне, так и на оверпассе. У поляков есть какая-то болячка. Болячка очень страшная штука. Та самая болячка, которой болели очень долго ховрейдерс, это проигрывает раунды в большинстве. Разно разом оставаясь два в четыре, три в пять, ну, не могут ребята из Польши реализовать численное большинство и порадовать своих фанатов. 14-3 все-таки полный экономический, докупали только по 250-е, а теперь будут закупаться уже по полной. 5 АК-47 именно такой будет закупка команды Wexit. Ну и надеемся, что эта закупка принесет хоть какой-то результат. Ого, ого, ну вот это на самом деле показывает уже полный настрой команды Na'Vi закончить все здесь и сейчас. Два минуса есть, третий не за горами, Эдвард забирает Хайпера, Гвардиан минус Грубив, живых только Фурван. Фурван, кстати, просто последний герой какой-то. Вот Игорь любит сравнивать этих героев с Костей призраком, действительно, Костя нервно курит в сторонке, когда я смотрю за игрой Фурвана. Этот человек ну, каким-то образом пробирается в такие места, о которых я даже и не знаю. Но в итоге выходит спиной к Флейме и погибает за считанные секунды. Итак, 15-3. 12 матч-поинтов в распоряжении рожденных побеждать. Давайте уже заканчивать это издевательство над польской командой, ведь поляки действительно сегодня не собрались на свой максимум, а возможно это и их максимум. Ну, короче, печально. Я действительно хотел увидеть шоу, я хотел увидеть зрелище. Вместо этого было избиение детей в песочнице. Но все-таки напоследок постараются громко хлопнуть дверью поляки. Первый матч-поинт походу отыграют Гвардиан 1 против троих. Сволаку придется выбивать поставленную бомбу на базе Б. Ну и посмотрим, пойдет ли Ковыч до конца. Походу пойдет. Я вот просто, если честно, не до конца понимаю, что делают в Эксоды. Бомбы есть. Ну, понятно, бомбу они только сейчас несут. Но было столько времени Сволак прибежал с длины на базу Б. И только сейчас сюда начинают выходить ребята из Вэксод. Итак, чем же это закончится? А зачем прикрывать тиммейт? А не надо прикрывать тиммейта. Ну, да ладно. Груби все-таки находит Гвардиана, забирает четвертый для команды Вэксод. Что у Нави? Есть закупка. Закупочка неоптимальная. Три девайса. АВП 2 кольта. Ну и походу будет 2 пистолета. Нет, ФАМАС еще появился у Сейзода. С одним пистолетом будут отыгрывать этот раунд ребята из Нави. А вот Вэксод ну действительно оптимальчик оптимал. Выход на базу боя и здесь у Нави были огромные проблемы. Гвардианы Флэми вдвоем против троих пойдут до конца или не пойдут пойдут или не пойдут. Коварные Нави не торопятся никуда. Постараются разыграть вот такие вот фишечные моменты. Ковач найдет ли соперника Ковач промазал СВП. Ну вот как работает ВакВак. Как работает ВакВак это СВАВак. Раунд Ковач не возьмет но как он просто истребил команду в Эксот. Жаль АВП не удается сохранить Ковач 15-5 еще один матчпоинт отыгран и походу здесь у Нави форсбай будет или как? Да форсбай Диггл МАК 7 5-7 без арморов остается Нави но все то мы знаем все то мы знаем чем это закончилось. вот это это Ковач итак давайте смотреть Эдвард да ладно о мой бог что только что произошло Ваня Эдвард на приеме на Эко разорвал лица команде Вэксот в итоге из-за каточки все таки не удалось избежать команде Вэксот 16-2 карта трейн это та самая карта которую выбрали поляки 16-5 это выбор Нави в итоге 7 раундов из ну короче просто беда печаль не знаю что тут еще добавить Нави молодцы Фнатик молодцы Питер и команда Вэксот ну вот здесь развернется серьезная заруба в матче за третье место можно было конечно придумать отличную рифму но это не сегодня ладно друзья для вас в студии СЛТВ сегодня работал страйк и куда-то растворился СЛЭМ завтра есть один матч звездной серии и тонна матчей Лиги Фейсов так что следите за нашими социальными сетями и смотрите СЛТВ всем спасибо и еще раз пока Субтитры создавал DimaTorzok